Всем привет! Как и обещал, сегодня запускаю новую рубрику, которую буду сам вести на своем канале. И эта рубрика, в общем-то, создана исключительно для меня, с одной стороны, а с другой стороны она требует, безусловно, вашего участия по определенным причинам, которые мы разберем чуть ниже. Итак, рубрика, как написано в названии, называется «Комментируй правильно». Что же это означает? Ну, для начала мы постараемся вывести некоторые правила, правила, так сказать, комментирования, которым должен следовать любой комментатор, возможно, не только доты, но и, в принципе, любой дисциплины, во всяком случае, киберспортивной, и будем разбирать какие-то конкретные ошибки или конкретные примеры. Ну и для начала, на самом деле, никаких примеров я не буду вам показывать, именно указывать какие-то имена. Я лишь хочу сделать такое небольшое обращение к моим коллегам, которые могут это посмотреть. Чужие ошибки, они всегда видны лучше, чем свои. Поэтому, когда я буду проводить какие-то разборы, вы можете увидеть ваши ошибки и понять, что я говорю о вас. Но делаю я это, во-первых, без указания никнейма, во-вторых, только потому, что свои ошибки заметить гораздо сложнее. И как раз мои ошибки мне будут указывать в комментариях, наверное, мои подписчики. Либо я сам буду их где-то находить и их выносить на всеобщее обозрение. Также хочется отметить, что какие-то ошибки механики общей игровой или незнания игры я здесь практически не буду разбирать, если это не будет какая-то супер распространенная ошибка, о которой не будет знать практически никто. Я буду разбирать здесь... Ну, так как выходят патчи, все меняется, это не имеет большого смысла. Я буду объяснять именно и разбирать общие какие-то понятия. И, возможно, со временем у нас появится такая система, ну, как я говорил в своих влогах до этого, то, что, чтобы выйти на новый уровень, комментаторы должны следовать единой системе. Не знаю, будут ли следовать ей другие комментаторы, скорее всего, нет. Но, по крайней мере, для себя я создам какую-то систему, которая будет, во всяком случае, обоснованно правильной. И также хочется сказать, что вот те правила, которые я озвучу вначале, мы их тоже можем менять и, возможно, будем менять, если вы приведете должные аргументы в комментариях, если я сам на что-то наткнусь. Ну, собственно, на этом с преамбулой все. Приступаем непосредственно к такой вот вступительной части рубрики. Итак, эта рубрика будет разобрана только в этом выпуске, именно эти правила, и возвращаться мы к ним будем в каждом выпуске, но не будем их так подробно оглашать. Возможно, будем как-то дополнять или, наоборот, убирать. Первое правило, которое я для себя выделил, то, что все абсолютно сказанные слова и фразы, они, самое главное, не должны противоречить правилам русского языка. Все-таки комментируем мы на русском языке, и это основополагающий такой фактор. Это правило, которое практически никогда нельзя нарушать. И вот на нем мы вот сейчас и, в общем-то, сфокусируемся, скажем так, да, и в первом выпуске, и в остальных. Второе правило, это правило, ну, красоты, можно так сказать. Так как в доте есть огромное количество промежуточных моментов, каких-то пограничных, когда точно не определить, как правильно произносить, или, скажем так, существует несколько вариантов. И вторым правилом является правило красоты. То есть, звучать должно красиво. Ну, здесь самый простой пример, это тини. Тини, который звучит достаточно хорошо, когда его называют тини, но когда говорят тайне, это немножко, немножко как-то, ну, не то чтобы режет слух, но это созвучно со словом тайна, это вообще какой-то женский род придает слову, непонятно почему. Похоже на тайне, да. И очень, очень это непривычно. Поэтому, несмотря на то, что произносить правильно тайне с английского языка, никто так не делает, и я думаю, что делать не будет. И это правило номер два. То есть, после того, как мы учли то, что фраза или слово соответствуют русскому языку, или, скажем так, не противоречат, потому что огромное количество слов в русском языке просто нет, которые есть в доте. Соответственно, второе правило, это правило красоты. Ну, и третье правило, которое я смог вывести, это пока что, скажем так, правильность перевода. Существуют некоторые правила перевода, вернее, преобразования английских слов в русские. Например, одно из правил, это правило ударения, к которому мы сегодня вернемся, скажем, если вы переводите слово с английского языка, и оно, ну, ударение вы должны ставить там, где оно стоит в слове в английском языке. Примерно так. Это то, что мне удалось найти. Ну, то есть, если мы переводим какое-то слово, если мы его, скажем так, русифицируем и придаем ему какую-то такую, как это правильно сказать, ну, русскую окраску, мы не говорим его полностью на английском, то, соответственно, мы должны делать это тоже правильно. По определенным правилам, в которые пока я еще вник только совсем чуть-чуть, но думаю, что со временем и вы мне что-то посоветуете, и я сам что-то почитаю, и мы сможем, скажем так, правильнее переводить. Ну, собственно говоря, это были правила, но и в каждой рубрике самая основная часть, это будут конкретные примеры, которые я буду разбирать, и которые вы сможете потом слышать в трансляциях других комментаторов, в моих трансляциях, и которыми, самое главное, буду стараться которым следовать сам. Там некоторые я уже, ну, к некоторым я начинаю уже привыкать, некоторые я, в принципе, никогда не нарушал, но они мне бросились в глаза, и самое главное, мы постараемся, опять же, сконцентрироваться именно на моих ошибках, потому что, еще раз повторяю, эту рубрику я делаю для себя, и, соответственно, вы мне в этом поможете. Итак, первая, первая на сегодняшний день у нас пункт, в каждой рубрике будет где-то по три пункта, с небольшими подпунктами, это пол героев. Дело в том, что по лору у каждого героя есть пол, и он, по-моему, всегда либо мужской, либо женский, ну, во всяком случае, из тех моментов, что мне удалось выделить. То есть, соответственно, я считаю, все-таки правильно, это не особо режет слух, это звучит вполне нормально, называть героев тем полом, которому они принадлежат. То есть, самые такие яркие примеры, это Энигма, Пугна и Урса. Энигма, это он по лору, и можно прочитать на Википедии историю, то, что Энигма, это он. Да, Энигма, слово переводится как загадка, и имеет женский род, но ведь мы не переводим, во всяком случае, в игре, они не переведены, даже в русскоязычном клиенте, эти слова, как именно нарицательные. Это имя собственное, Энигма, и так зовут какое-то существо мужского рода. То же самое с Пугной. Пугна, это он, об этом тоже можно прочитать в лоре. Несмотря на то, что мы немножко воспринимаем это как женский род, так как слово само по себе заканчивается на А, и слышится как слово женского рода, все-таки это слово мужского рода. Ну и, наконец, Урса, Урса Вориор, это также он, хотя многие говорят о нам. Вот я лично для себя эту ошибку я допускал в прошлом, и вот как раз в ближайших эфирах я постараюсь от нее избавиться. И еще один момент, который, скажем так, практически все комментаторы допускают ошибку, называя то так, то эдак. Дело в том, что есть такой герой, как Легион Командер. Легион Командер, Командир Легиона, это мужской род. И в первой доте этот герой был мужского рода, но во второй доте это уже женский род. Здесь, конечно, с одной стороны Командир Легиона, можно сказать, он, но персонаж явно женского пола. Это видно хорошо в доте. И я думаю, что если мы говорим Легион Командер, то правильнее говорить она все-таки. И говорить, что Легион Командер получил блинг, не совсем правильно. Получила. Наверное, так. Масса может быть споров на эту тему, но здесь я достаточно непреклонен могу быть, потому что все-таки мы же не говорим, что ЦМК получил, Кристал Мейден получил блинг. Соответственно и здесь. Несмотря на то, что должность мы произносим ее как мужской род, тем не менее Командир Легиона, Командирша Легиона тоже говорить нельзя, Командир Легиона, думаю, что это она. Это вот первый был подпункт такой. Вернее, первый пункт. Это именно пол героев и их название. Можете приводить в комментариях каких-то еще героев, спорить по этим героям, конечно же, приводить аргументы. И приводить еще каких-то героев, в которых комментаторы ошибаются. Потому что мне вот особо больше выделить не удалось героев. Но наверняка еще что-нибудь есть. Например, вот сейчас мне в голову пришел ВИСП и стало интересно. И вот после рубрики обязательно даже себе подпишу. Пойду посмотрю и, возможно, включу его в следующую рубрику. Второй момент. Это момент, который мы уже прошли сегодня. Это второй пункт сегодняшней нашей рубрики. Это ударение. Ударение, с которым есть большие проблемы практически у всех комментаторов. В частности, и у меня. И здесь стоит выделить, во-первых, слова, которые мы произносим из доты. И слова, которые мы произносим не из доты. Примеры мы обратимся чуть позже. Но для начала такое общее правило. Как мне удалось вычитать в английском языке, ударение падает, как правило, на первый слог. И, соответственно, это ударение должно быть перенесено во всех словах и на русское произношение. То есть, это лина, прежде всего, вот из таких ярких примеров. То есть, ударение на первый слог. Лина говорить нельзя. Слова, которые пришли из французского языка, у них ударение как раз ставится на последний слог, как правило. Но в доте мне удалось вспомнить только единственный термин французский, который пришел из французского языка. Это куб дегра, это как бы удар милосердия, это ультимейт фантом-ассассин пассивный. Но сами понимаете, что, в принципе, в этом словосочетании, во-первых, оно практически не используется, но я почти уверен, что многие из вас впервые услышали, что этот ультимейт называется именно так. Но, помимо всего прочего, там особо и вопросов нет, куда ставить ударение. Это куб дегра, это три разных слова, которые состоят из одного слога. То есть здесь мы просто ставим ударение туда, куда... В единственное место, в которое можно. Ну и, естественно, под конец. Опять же, очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Может быть, какие-то лингвисты найдутся у меня. Но, в принципе, это то, что мне, опять же, удалось вычитать, выяснить. Понятное дело, что есть какие-то исключения, и мы их будем разбирать в следующих выпусках, но тем не менее. Ну и, наконец, слова-примеры. Вот такое слово, в котором я постоянно делал ошибку раньше, но потом мое внимание на это обратили, это слово синергия. Да, звучит... Вроде как энергия есть слово, да? И синергия звучит для многих привычнее. Но на самом деле правильно говорить синергия и ставить ударение именно на последний слог. И слово Мидас. Мидас, конечно же, который вроде как можно перевести с английского. Ну, пришел с английского языка многие много подумать. Но на самом деле Мидас-то это не с английского, а вообще из греческой мифологии. Если вы найдете любой словарь, то ударение Мидас будет на последний слог. То есть царь Мидас, соответственно, hand of Midas, да, ударение идет на первый слог, но, извините, это имя собственное. И, соответственно, рука Мидаса. То есть Мидас. Ударение идет на последний слог. Это два слова, которые мы разобрали. Соответственно, если вы слышите синергия или Мидас, вы можете смело писать мне, что я где-то ошибся. Хотя, в принципе, я уже разобрал, и скорее это будет означать, что недостаточно еще эти правила уложились в моей голове. Ну и, наконец, третье. Такое правило тоже относительно общее с одним примером. Это никнеймы игроков. Дело в том, что игроки зачастую пишут свои никнеймы, и их можно читать совершенно по-разному. И здесь мне удалось для себя выделить два правила. Правило номер один. Никнейм должен читаться так, как говорит сам игрок. То есть, если игрок говорит, что это читается вот так, там, по правилам моего языка, потому что я так хочу, нужно читать вот так, потому что именно игрок выбирает себе никнейм. И это правильно. И второе правило. Этот никнейм должен, если это не противоречит первому правилу, то он должен читаться так, как привыкло большинство из зрителей. То есть, грубо говоря, если Смайл играл всю свою карьеру под никнеймом Смайл, и его все знают как Смайл, он подписался как Арзарт, что долгое время было. Но при этом не сказал, что давайте меня больше не будем называть Смайл, а просто никому ничего не сказал. То правильнее называть его Смайл. Почему так? Ну, потому что все-таки, когда мы приходим на игру, мы надеемся увидеть определенных игроков. И, называя их привычными никнеймами, мы будем... Да, понятное дело, что нужно по-хорошему объяснить, что это Смайл, но он подписался никнеймом Арзарт. Но ведь вы не будете делать эту всю трансляцию как комментатор. Я не буду делать эту всю трансляцию. Я объясню это где-то в начале, но потом я буду называть его строго определенным образом. Если я не буду называть его никнеймом, к которому все привыкли, у зрителя может возникнуть вопрос, а кто этот человек? Если я скажу, что там Смайл на Штром Спирите залетает, делает даблкил, то все поймут, что это Смайл, даже если никнейм его не подписан. Но если я назову его, грубо говоря, парень из Пакистана, ну ладно, так все тоже поймут, ну, к примеру, он подпишется каким-то другим никнеймом, то многие могут подумать, что в ЕГЭ какие-то замены. Это вот два правила, которые мне удалось выделить. Опять же, их мы можем обсуждать, но для меня, во всяком случае, это выглядит наиболее логично. И здесь мне удалось найти только один пример, но пример очень яркий. Есть такой игрок, по-моему, из Австралии с корейским гражданством, или из Кореи с австралийским, который играет в китайской команде Ньюби на офф-линии, и никнейм его пишется как буква К, буква П и две буквы Ай. И многие читают как КПА. И я сам так делал буквально еще на прошлом эпицентре, то есть год назад. Но потом, как раз мне комьюнити подсказало, что игрок сам говорил и просил называть его КП. Именно КП. Да, может быть, это... Это можем прочитать. Так, КП. Ну, ты первую букву читаешь как К, как она в алфавите, а дальше П ты просто читаешь как написано. Не важно, что можно произносить по-разному. Важно, что сам игрок так попросил. И если он так попросил, значит, называть его нужно КП. И все комментаторы должны так делать. Потому что я услышал на том же Киев Мейджи, и так делали далеко не все. Ну, может быть, это... Опять же, кто-то из них посмотрит и сделает для себя какие-то выводы. Может быть, нет. Опять же, я сам наверняка называю многих игроков совершенно не так, как нужно. И это может быть скрыто от моих глаз. И это очень тяжело. На это обратить внимание. Потому что, ну, нету никакого словаря, ничего. И эта ошибка может сидеть в моей голове. Я буду абсолютно уверен, что я делаю правильно. А я делаю не так. Поэтому, опять же, комментарии снизу. Специально для вас. Ну, в общем-то, я надеюсь, что вы поняли, что прежде всего оставляем в комментариях мои ошибки. Вот. И в следующем выпуске мы уже будем разбирать. Если вы не наберете моих ошибок, я возьму что-то еще из того, что я посмотрел. А у меня еще достаточно примеров. И, конечно же, по-хорошему, в заключении нужно было вывести какую-то мою ошибку, на которую все-таки мне удалось обратить внимание в последнее время. Ну, и вот я обратил внимание, то, что я достаточно много говорю и пишу или хочу написать словосочетание «две большие разницы». Имею в виду, что большая разница. Большая разница между красным и синим – это правильно. Но вот словосочетание «две большие разницы» – это совсем неверно. Это скорее подходит для ситуации, где я сравниваю разницу между красным и синим. Вот эту вот разницу, да? Или там разницу… Давайте в числах так понятнее. Между разницу между девятью и единицей – это восемь. И разницу между семеркой и восьмеркой – это единица. И получается, что эти две разницы – они совершенно разные. И вот в такой, как-то, в такой еще ситуации можно такое словосочетание применить. Хотя оно очень сложное, и лучше, наверное, его избежать. И я постараюсь, конечно, больше такую фразу не произносить. Заменяю ее просто на большая разница, что проще и понятнее. Думаю, что на этом все. Очень интересно, насколько понравится вам эта рубрика, насколько вы активно примете в ней участие. Мои пожелания оставлять комментарии именно на Ютубе. Я, конечно, буду почитывать Твиттер, ВКонтакт, но мне будет удобнее именно с Ютуба их как-то компилировать для следующего выпуска. И уже следующий выпуск, я думаю, выйдет в ближайшее время, либо завтра, если успею, либо тогда уже где-то числа, наверное, восьмого, когда вернусь домой после небольшого отъезда по работе буду комментировать матчи от ФКС. В общем, вернусь домой чуть позже. Хотя, в принципе, могу и с телефона, наверное, записать, так что, может быть, выйдет пораньше. В общем, спасибо большое за просмотр. Первый выпуск получился достаточно длинный, но я надеюсь, что остальные выпуски у нас будут короче, так как у нас уже выведены правила. Может быть, мы их будем обсуждать, и это все несколько увеличит хронометраж нашей рубрики. Но я надеюсь, что он все-таки будет больше подходящий для Ютуба. Там 5-7 минут было бы идеально. В общем, спасибо за просмотр. Жду ваши комментарии, ваше мнение, в принципе, о рубрике. И всем пока.